И поныне этот таинственный, как вечность, лес колышет на своих ветвях удивительные легенды. Сколько родилось их тут, никто не знает, и даже седая память Полесья не сберегла их всех для нас. И все же одна из них очень известна в наших краях. Давным-давно, рассказывает она, возвращался из дальнего похода Витязь. Ни день и ни два пробирался он сквозь дремучие чащи. Встречный зверь не трогал его, человек не таил к нему зла. Долго блуждал Витязь в незнакомом лесу, и с каждым шагом силы покидали его. Вдруг лес раздвинулся перед ним. В очи Витязю ударил яркий свет. Свет необозримой водной глади. И спил Витязь целебной влаги, и силы вновь воспрянули в нем. И по ныне название озера отражается Свет и Витязь. Слушайтесь! Свет Витязь! Свет Витязя! Свет Витязь! Кажется, полнеба опрокинулось и упало среди девственных лесов волынь. И только аист на своих мощных крыльях может облететь озеро. Есть знаменитый Каспий, Байкал, Балатон, а гордость Полесья – свитязь! Свет Витязь! Свет Витязь! Свет Витязь! Свет Витязь! Свет Витязь! Глеб, Алена, М West's. Пр再 Hersей. Свет Витязь! Глеб Патрон insanоса с пустой и углы во всех сторонах. Глеб Шев, гоistas. Крут нрав у водного богатыря, но вместе с тем озеро беспомощно как ребенок и требует пристального внимания к себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Издавна свитясь дышит лесом, купается в солнечных лучах и внимательно присматривается к новым поколениям. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...